В Твери сорваны сроки окончания ремонта на улице Резенстроя. Закончить работы на коммунальных сетях и привести в порядок территорию городские службы должны были до 31 августа. Именно эта дата была озвучена в Министерстве энергетики ЖКХ Тверской области в июле текущего года. Однако по состоянию на начало сентября работы на Резенстрой не закончены. Благоустройство участка не выполнено. Местные жители, кажется, уже отчаялись увидеть улицу в первозданном виде и даже начали задумываться о смене ее названия. С места события передает наш корреспондент. Июль 2020 года. На кадрах улица Резенстроя, пребывающая в крайне плачевном состоянии. Часть улицы перегорожены бетонными блоками. Владельцы личных автомобилей вынуждены добираться до своих дворов объездными путями. На дороге куски старого асфальта и песок. О том, что за Резенстроя давно никто не брался, свидетельствует вот эта достаточно высокая растительность в том месте, где раньше было асфальтовое покрытие. Еще хуже ситуация становится в пасмурную погоду. Огромные ямы наполняются водой. И в этих лужах автовладельцы рискуют оставить бампер. Варители, которые жертвовать личным транспортом не хотят, вынуждены грубо нарушать правила дорожного движения и ехать по тротуару. И все это жильцы, по их рассказам, терпят уже не первый год. Последние раскопки здесь были в 2019 году, перед зимой. Нам сказали, что все закатывать будут в асфальт, все положат тротуары, все будет замечательно. До сих пор мы видим вот такое. Впрочем, разбитый асфальт и огромные лужи – это лишь часть проблем, которые вынуждены терпеть местные жители. На одном из участков можно наблюдать отверстие в плите, из которого валит густой пар. Находится оно прямо под окнами одного из домов. И вся влага, рассказывают жильцы, оседает в комнатах и подъездах. Стены все черные, все обои, все отваливаются. Она парит постоянно. У нас в подъезде такая же, потому что это все вот так. И вода вся идет в подъезд, и вонище в подъезде. Все это съемочная группа нашего телеканала увидела в середине июля. Тогда же Тверской проспект направил в адрес Министерства энергетики и ЖКХ официальный запрос, в котором задал вопросы относительно сроков окончания работ на резинстрое и благоустройство территории. В профильном министерстве нам сообщили, что закончить ремонт и перевести в порядок участок планируется до 31 августа. Однако на календаре первые дни сентября. А на улице Резинстроя не то, что не выполнено благоустройство. Здесь и площадь работ заметно увеличилась. Если раньше по улице можно было ходить и хоть как-то ездить, то теперь это один сплошной окоп. Работам не видно конца и края. Слово можно констатировать, что сроки окончания ремонтных работ на улице Резинстроя сорваны. Вместе с тем отчаяние местных жителей, кажется, достигло всех пределов. Они признаются, что им неудобно ходить по родному району, неудобно ездить, неудобно жить в конце концов. На улицу Резинстроя, говорят жильцы окрестных домов, они смотрят с болью в сердце. И с грустной улыбкой признаются, что уже задумываются о смене ее названия. Резинстроя. Мы сначала думали, что резина, представляете, два корня, резина и строя. Постоянно все время строят. И все тянут как резина. А теперь мы сейчас называем эту улицу миллионная, а думаем, уже будет миллиардная. Потому что безумное количество денег вложено, результата никакого нет. Некоторые из граждан рассуждают еще более радикально. И единственный выход из сложившейся ситуации видят в переезде на новое место. Пора валить, говорят разгневанные горожане. Я вчера разговаривал с одной жительницей этого дома. Я ей говорю, ну ты выйдешь, может быть, приедет съемочная группа, может, скажешь что-нибудь. Она говорит, а что говорить? Мне кажется, единственный выход отсюда просто переезжать. Потому что люди настолько уже отчаялись, что уже рассматривают настолько радикальные меры, как переезд просто отсюда абсолютный. Потому что уже не верят ни во что. Не верят ни в обещания в администрации, ни Тверской генерации. Тем не менее, наш телеканал вновь отправил официальный запрос в адрес профильных структур, в котором задал два простых вопроса. По какой причине заявленные полтора месяца назад сроки окончания ремонтных работ на улице Резенстроя были сорваны? И когда все-таки стоит ожидать их окончания? Представители Тверской генерации нам ответили и рассказали, что свою часть работы по реконструкции теплосетей на этом участке они закончили. Осталось только привести территорию в порядок. Но тут возникла проблема. Договор с подрядчиком был расторгнут. Тверская генерация повторно проводит закупочные процедуры по выбору подрядной организации для продолжения работ по благоустройству на участке теплотрассы по улице Резенстроя. Срок окончания закупки стоит 11 сентября текущего года. В настоящее время на торговой площадке отсутствуют заявки на участие в конкурсе. Словом, пока говорить о скором завершении работ на Резенстроя не приходится. Старый подрядчик, который должен был завершить благоустройство территории, ушел. Новый не появился. И когда наконец-то произойдет, большой вопрос.